Мы заходим в этот дом, поднимаемся на этаж, звоним в дверь, открывает дверь мужчина и смотрит на нас. Спрашиваем, что смотришь, скорую вызывал? Он говорит, шел по коридору к телефону вызвать скорую тещи. Добрый день, меня зовут Максим Николаевич, я врач неотложных состояний, возглавляю один из структурных подразделений областного центра экстренной медицинской помощи и медицинской катастрофы Днепропетровской облрады, это Амур-Нижнеднепровская подстанция. Кроме того, что я заведующий, на полставки выезжаю, продолжаю работать на линии. Работаю я в общей сложности 26 лет, из которых 8 лет возглавляю АНД-подстанцию в качестве врача и заведующего. Добрый день, меня зовут Влад, я фельдшер экстренной медицинской помощи АНД-подстанции города Днепр. В каких случаях нужно вызывать скорую помощь? Ну, что я могу сказать? Скорую помощь нужно вызывать в случаях, когда речь идет об угрозе жизни. К сожалению, очень часто нас вызывают не по профилю, там, где мы не нужны, где можно без нас обойтись, где может сработать первичка. Скорая помощь – это там, где или перевозка нужна с медицинским сопровождением, со специальной аппаратурой, которая в течение, во время перевозки пациента будет поддерживать его жизнедеятельность, или, конечно, в случае, когда речь идет об угрозе жизни, такие вызовы, конечно, у нас бывают. Почему скорая помощь не должна лечить? Наверное, это будет продолжение предыдущего вопроса. Во-первых, неотложное состояние и состояния, которые угрожают жизни, могут угрожать, они присутствуют, ну, разве только в венерологии не присутствуют. А так, в любой отрасли медицины, в лор, болезнях, легочной, живот, травмы, все, что угодно может привести к смерти, то есть осложнение каких-то заболеваний. Мы работаем с этими вещами, то есть когда речь идет об осложнениях, об угрозе жизни. Лечить скорая помощь не должна, меня тоже очень часто на вызовах говорят пациенты, ой, вы такой хороший врач, распишите нам лечение. Я отвечаю не потому, что я вредный, противный, и не потому, что не обладаю достаточными знаниями. Я не буду вам назначать лечение, потому что назначать лечение должен человек, который имеет возможность пациента наблюдать. Ну, во-первых, для того, чтобы назначить лечение, надо хотя бы какое-то элементарное обследование произвести. Да, бывают болезни, которые так на вскидку, можно уже там сказать, нос доложен, насморк, пропейте то-то, закапайте то-то. Но по-хорошему, надо хотя бы элементарные какие-то анализы, какие-то обследования, типа УЗИ, может быть КТ, МРТ, кардиографы у нас с собой, глюкозу померять можем тоже, содержание кислорода в крови можем, но этого недостаточно. И потом лечение, возможно, надо будет корректировать, изменить какую-то дозировку или заменить препарат. То есть, человека нужно видеть, а мы встречаемся однажды с пациентами и больше можем с ними никогда не встретиться. Какие вызыва на скорую поступают чаще всего? Ну, чаще всего это артериальное давление, ну, большинство уже. Дальше это следуют так называемые сердечные приступы, в которые входят тоже и нервные ситуации, и тоже давление, ну, и сами сердечные приступы. Потом, наверное, идут детские вызывы, они тоже поступают довольно часто. Ну, а дальше меньшее количество вызов занимают экстренные вызовы, именно наши противники. Позвонил у нас в ТО-3, можно не вызывать скорую, а просто получить профессиональную консультацию. Да, у нас в дискетчерской работает доктор-консультант, он работает круглосуточно, и уже поговорив с ним, вы можете ориентироваться как бы на то, что можете вы сами себе оказать медицинскую помощь, или он вам подскажет, что лучше все-таки вызывать. Сколько времени вам необходимо, чтобы понять, что делать с пациентом? Тут дело такое, я когда закончил медучилище давным-давно с красным дипломом, и приехал на свой первый вызов с врачом, конечно, опытным, я понял, что я вообще ничего не знаю. То есть, понять, что делать с пациентом, мало знаний, они должны лечь на опыт, конечно. Сейчас, чтобы мне понять, что делать с пациентом, то есть, пациента видно, мы так смеемся, во-первых, я уже могу понять, насколько экстренные случаи по поведению встречающих. То есть, как нас встречают возле подъезда, уже понятно, там что-то серьезное или несерьезное. Очень часто некоторые патологии сопровождаются тем, что от человека, от пациента, от больного исходит специфический запах. То есть, зайдя в квартиру, еще не видя пациента, который в комнате, по запаху, можно уже предположить, о какой проблеме идет речь. Конечно же, когда мы видим пациента, цвет кожных покровов, поза, дыхание, наличие сознания, все это моментально, то есть, впечатление складывается сразу же, сразу же. А что делать с пациентом? Для этого есть алгоритмы, они называются клинические протоколы, они создаются на основании клинических рекомендаций всемирно известных американцев, европейцев, а протоколы, они адаптируются для каждой местности, для каждого региона, с учетом экономической ситуации, какой-то демографической. То есть, у нас есть алгоритм действий, что делать, то есть, препараты, которые нужны, ряд препаратов, и определенные действия там в отношении дальнейшей тактики, госпитализации, все это прописано. Самый курьезный или нелепый вызов на вашей памяти? Вспоминаются, ну, всяких, их много всяких и смешных. Помнится, что называется, из молодости, когда я только начинал работать фельдшером, нам дали вызов в центре, по-моему, в перекресток Центральной и Харьковской. Там на углу третий дом по Центральной и третий дом по Харьковской. А не написано, какая улица, просто тройка нарисована. И мы заходим в этот дом, поднимаемся на этаж, звоним в дверь, открывает дверь мужчина и смотрит на нас. А мы тогда были не в костюмах, в белых халатах, спрашиваем, что смотришь, скорую вызывал? Он говорит, шел по коридору к телефону вызвать скорую тещи. Как? Вот как это может быть? Оказалось, что наш вызов был в соседнем доме, поэтому полечили тещу и пошли на свой вызов. Вот такой курьезный случай. Медицина была на высочайшем уровне и 20 лет назад. Самый экстремальный или сложный вызов на вашей памяти? Ну, тут, конечно, сложно стоять, потому что, по сути, вот то, что я назвал сердечно-легочные, реанимации и кровотечения, они все экстремальные и все сложные. Потому что ты, когда сталкиваешься с этим напрямую, понимаешь, что от тебя зависит жизнь человека. То есть, как-то щелкает в голове, что твое сознание выключается, выключается вот как машинный протокол, и ты действуешь согласно тем протоколам, которые ты вылечил. Как часто бывают случаи, когда счет действительно идет на секунду? Ну, тут понятие тоже в зависимости от вызова. Допустим, все кровотечения, все сердечно-легочные реанимации, вот там счет идет на секунду. Но вопрос в том, что эти вызова тоже бывают на каждый день. За день может быть два кровотечения и две сердечно-легочные реанимации, и это будет часто там счет идти на секунду. А может быть такое, что можно в сутки отработать и ездить просто по давлениям, по сердечным приступам, по болям в животе, и за сутки, там за двое суток, ничего такого не будет. Пытаться самостоятельно оказать первую помощь до приезда бригады скорой, ждать бригаду скорой, ничего не делать, ехать в больницу самостоятельно, что из этих пунктов. Ну, пытаться самостоятельно оказать первую помощь до приезда бригады скорой, это очень часто реально спасает жизнь человеческую. Поэтому сейчас у нас, вот под эгидой нашего директора, ради Анатолия Шевченко, создан тренинговый центр на нашей базе. Там муляжи, всякие там, эти самые, Ваня, мы его тренажеры называем, то есть муляж, на котором можно отрабатывать элементарные вещи, которые спасают жизнь. И этот центр работает, и патрульная полиция там бывает, и МЧСники, то есть это хорошая практика. Если человек обладает этими навыками, а на самом деле там ничего сложного нет, все это обучаемо, все это недолго, эти курсы, они там буквально элементарные, то, конечно, это спасает жизнь. Ждать бригаду и ничего не делать. Если вы не умеете делать правильно, лучше ничего не делать. Согласен однозначно. Ехать в больницу самостоятельно. Бывают случаи, когда действительно лучше, быстрее попасть в больницу, чем терять время на то, что приедет бригада, которая где-то может в пробке застрять, может, ну, в конце концов машина может сломаться. Это ж такое дело. Поэтому, ну, к примеру, конкретно кровотечение, если это кровь течет наружу, попытаться хоть как-то чего-то замотать и быстренько ехать в больницу. Согласен, здесь нечего ждать. Время идет на, счет идет на минуты. Есть ли у врачей скорой помощи синдром выгорания? Ну, я вам так скажу, в принципе, это же придумали не глупые люди, это психологи, все, выгорание, наверное, оно есть везде. Я не сталкивался с выгоревшими врачами или фельдшерами скорой помощи. Как бы профессия такая, которая затягивает на самом деле. Я могу сказать, это любовь с первого взгляда, пришел на скорую и все. И больше ты уже работать нигде не сможешь. Это такой кругозор, это такой огромный выбор случаев, ситуаций, патологий. Это, ну, отделение больничного очень отличается. Поэтому те, которым это не нравится, они уходят сразу. А если человек уже там пару лет проработал, год хотя бы, он уже не уйдет от этого никогда. Выгорание? Я не сталкивался лично с такими случаями. Часто ли вы сталкиваетесь с агрессией на вызове? Ну, я бы не сказал, что часто, но такое бывает, неприятный момент. Это ни для кого не секрет. Фактически, я думаю, в любой профессии, в которой человек работает с человеком, люди сталкиваются с агрессией. Не важно, то есть, будь то скорая помощь, будь то полиция или банкир в банке, или просто сантехник, который приходит к вам на вызов. Агрессия есть везде. Это человеческий фактор. Ночные смены самые тяжелые. Ну, тут, наверное, вопрос чистый индивидуальный, потому что мне, как сове, ну, есть жаворонька, есть соло, знаете, да, мне, допустим, проще ночью работать. Вот я могу там целый день ходить уставший, у меня будет много вызовов, я уже захочу лечь поскорее, ну, не лечь, а прилечь, отдохнуть в перерывах между вызовами. Но как только заходит солнце, я все, я скакиваю, у меня полно энергии, я прям хочу куда-то поехать, я хочу что-то сделать. Правда или ложь? Во время приступа эпилепсии человеку нужно засунуть ложку в рот. К сожалению, мы очень часто с этим сталкиваемся, очень часто. Нет, ни в коем случае не надо ничего вставать в рот пациенту, тем более металлические ложки, там, предметы какие-то. Почему? Потому что настоящий эпиприступ и эпилептифорные приступы бывают у алкоголиков, он длится очень недолго, в считанные секунды. И задача человека, который находится рядом, всего лишь навсего предотвратить травмирование, чтобы человек падая, ну, что человек теряет сознание в этой ситуации, чтобы он падая, ничего себе не поломал, голову не разбил, там, руки, ноги, придержать. Если он уже лег, бывают такие случаи, люди, которые болеют много лет, они чувствуют, чувствуют приближение приступа, они сразу или садятся, или ложатся. Просто придержать ему голову, чтобы он во время этого приступа судорога не бился головой об асфальт, об бетон, просто подержать ему руками голову. Это очень быстро все прекращается, этот приступ. Как правило, мы, причина вызова судорожный синдром, мы приезжаем, там уже все закончилось. Человек заторможен, сонлив или вообще спит. Да, бывает, что люди прикусывают немножко язык, как правило, сбоку не кончик, а по бокам языка немножко. Никто еще ни разу себе язык не откусил, ни полщики, ни губу, ничего, поэтому ничего не надо туда засовывать, ни в коем случае. Вызов скорой станет платным. Не знаю, трудно сказать. У нас уже много лет есть платные скорые помощи коммерческие, на которых работают те же врачи, которые сменились с нашей скорой и пошли. Ну, правильно, а какие? Те же самые врачи и фельдшера. Бесплатная скорая во всем мире есть. Единственное, что вот этих необоснованных вызовов там намного меньше или штрафуют людей как-то за необослованное, потому что причина вызова, как правило, звучит очень грозно. Умирает сердечный приступ. Ну, приезжаем на там банальное что-то, ну, повысило тартериальное давление. Или у кого-то там эмоциональное какие-то там перенапряжение у девочки, мальчик бросил, или наоборот, мальчика-девочка бросила. Сердечный приступ. То есть, по тому, как вызов звучит, еще совершенно необязательно будет диагноз каким-то грозным, абсолютно. Может быть, в том случае нужно как-то штрафовать, или, я не знаю, или тогда люди должны это оплатить, потому что, конечно, затраты государства на наш выезд большие, очень большие. Я сумму точно не назову вам, но я вас уверяю, налогоплательщикам вызов скорой помощи обходится очень недешево. Врачам в скорой нельзя испытывать эмоции или сочувствовать пациентам на работе. Ну, слово «нельзя» не совсем здесь уместно. Как бы, да, можно запретить курить на работе, на рабочем месте, а испытывать эмоции мы все разные. Единственное, что, поскольку мы сталкиваемся очень часто и, конечно, смерти в лицо смотрим, и всякие травмы бывают ужасные, и всякие, и детки маленькие там страдают, и мужчины, и женщины. Поэтому с годами вырабатывается так называемый профессиональный цинизм, то есть относишься более-менее спокойно к этому. Но, опять-таки, мы же не знаем, что там происходит внутри. Мы можем отгородиться от этого всего, но организм есть организм. И если мы видим ужасную какую-то рану кровоточащую, все равно мы это воспринимаем как негативную эмоцию. Вот, поэтому, ну, сочувствовать однозначно. Конечно, мы людям сочувствуем, мы бы не работали врачами, если бы мы не сочувствовали. Просто, ну, все должно быть в разумных пределах. Конечно, не надо сесть и плакать над умирающим пациентом, надо работать. Причем интенсивно, и спасать ему жизнь. Хорошее питание, здоровый сон, самое главное. Отличный месседж, просто прекрасный. Согласен. Согласен. Сюда можно добавить еще несколько позиций через эпизод. Все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»